Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об опасных дорогах и умном петербуржце. Эксперты выяснили, по каким дорогам в России опаснее всего передвигаться. Статистика, надо сказать, безрадостная. Несмотря на разговоры властей и полиции о том, что становится лучше и веселее. Самыми опасными в России признаны дороги Татарстана. С января по август нынешнего года здесь произошло 1880 ДТП, жертвами которых стали 150 человек. На втором месте Пермский край. Здесь произошло 1619 аварий, в которых погибли 140 человек. Московская область на третьем месте. Здесь 1934 аварии, но и плотность населения здесь выше. Самые безопасные дороги в России находятся в Тюменской области. Здесь произошла всего 161 авария. Далее следует Томская область и Республика Удмуртия. Мы из года в год слышим, что все свои усилия гаишники и дорожники бросают на обеспечении безопасности. Однако картина в нынешнем году едва ли не хуже прошлого. Пытаются наши власти ужесточить, запретить, переложить ответственность, только ничего не помогает. Может, мы уже сами начнем вводить аккуратно? Ну просто из инстинкта самосохранения и человеколюбия. Один житель северной столицы приехал за плиткой и ламинатом в магазин стройматериалов. Довольный тем, что нашел все в одном месте, он погрузил покупки на тележку и вышел на улицу. Автомобиля своего он там не обнаружил. Эвакуаторщики у нас работают быстро и без разбора. Дело в том, что петербуржец припарковался так называемой елочкой. Никаких знаков и разметки у магазина не было. Да и проезда других машин он не мешал. Дело ясное. Нужно идти в суд. Однако наши суды редко встают на сторону автомобилистов. И дело о нарушении осталось без апелляции. Ну, наш герой не стал останавливаться и пошел в суд городской. Вот тут-то и произошло маленькое чудо. Высшая инстанция признала, что стоящий на расширении без разметки автомобиль никому не мешал. Теперь, благодаря самоотверженности петербуржца, мы все знаем, что елочкой парковаться можно и без разметки. Главное — никому не мешать. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться.